всем привет это мой второй принтер который я собрал здесь его конструкция построена на базе алюминиевого профиля здесь профиль весь я собирал и выверял все размеры в общем как бы четко все соблюдено значит кубик жесткий получился то есть конструкция довольно таки жесткая то то наше столе плавится на резиновых прокладочках специально резиновые ножки здесь стоят для того чтобы он не так сумел скажем так когда печатать не было в стол не отдавала на этот самый конструкция здесь получается коры x или плюс на двух ремнях сделано ремни восьмимиллиметровые в принципе обычная каретка здесь подшипник трения здесь подшипники качения и за гость за тоже на подшипниках качения сделаны эти подшипники к обычная прошивка марвен обычные моторы значит блок питания получается 36 точнее 360 ватт 30 амперный обычная плата от марановской обычный экструдер значит вентиляция выведена вверх засос воздуха для того чтобы у нас не было поддува охлаждения детали здесь установлено охлаждение то есть можно включать охлаждение с и печатать например какие-то пластики то есть не знаю насколько она эффективна сейчас на печатал на нем печатала пыла не печатал непосредственно сам привод у нас стоит там пусть получается то вся сторона под нагрузкой идет то есть вот это здесь пластик весь идет подается сюда поэтому принципе здесь с этим принтером печатать пластик очень мягкий какой-нибудь там флексы какие-то не получится концевики у меня здесь стоят механические кроме по оси z по оси z установлен концевик виде вот это сам индуктивного то есть он все таки видит эту подложку алюминиевую собственно говоря нагревательную плиту это видит прекрасно видит вот на не реагирует и поэтому получается вся поверхность если стекло вас лежит ровненько то вся поверхность работает нормально здесь концевит у нас механический если бы настроен принципе поставлен как удобно и здесь тоже концевит механический будем монтирован спокойненько работает этим принтером свободно можно печатать все жесткие пластики никаких проблем в этом не составляет плата управления как я уже сказал обычный рамс и собственно я прошу камором драйвера там стоят самая аккуратненько заморочился с ухватки проводов как видите все провода спрятаны в профиль то есть для того чтобы ничего не телепалась ничего не висела то есть единственное что там оставил провода на самую плату управления не это злой пунктам смотаны остатки проводов на тот случай если вдруг захочется перебрать вот искали пересобрать ну или допустим я это второму принтер был в этой конструкции поэтому не переживал что может что-то не получится не так вот поэтому придется его разбирать поэтому провода не обрезал ну и как говорят программисты если все работает оставлю ничего не трогать уж так и сделал собственно раз вас металла чтобы аккуратненько сложил вот и как бы вот она работает то есть это они там стоят работают я не трогаю прекрасно там все работает на теплой кранчик у нас значит у нас экранчик а ты же обычный экран управления есть возможность подключения езды работать можно как через внешнюю карту памяти так можно работать и через юсб разъем который установлен на плате стул размером сам 200 на 200 область печати но сам стол больше там 210 да то есть как бы но в принципе область печати 200 на 200 стоит на столе стекло как бы на это стекло собственно говоря зависимости от того какие материалы будете печатать либо лаком либо допустим у тебя последнее время там пользовался клеем обычным клей карандаш прекрасно все липнет база стекло 3 миллиметра то есть она тоже прекрасно справляется нагрев там стоит на 12 вольт поэтому так и мощного питания вот это будет сейчас шумит в основном это блок питания поэтому собственно говоря если необходимо стол нагревается довольно таки быстро так сейчас распечатаем кубик включаю нас все включается подсветка включилась нагрузилась прошивка консоветчик один сработал консоветчик другой сейчас идет поиск нуля сработал индуктивный датчик значит пробка это скажем термоизоляция чтобы не грелся вниз еще для того чтобы быстрее прогревался я кладу вот эту штучку чтобы быстрее шум нагрев и вот пошел нагрев стола осталось буквально там 6 градусов поэтому это накидка сейчас местом сейчас она не нужно температура 90-100 градусов сработал рылюшка здесь можно посмотреть индикатор светится индикатор сейчас идет нагрев стола сейчас не отключится отключился и сейчас за счет индуктивного датчика от этого произойдет калибровка всего стола нагрев стола завершился сейчас уже калибровка стола в уровне нуля считывает положение стола и в зависимости от положения стола будет производиться уже дальше калибровка печати самой платформы вот то есть как бы при печати будет учитываться собственно говоря положение самого стола вот здесь срабатывает индикатор когда у нас происходит контакт ну не контакт а приближение платформы вот то есть поэтому основание считывания этого индикатора как бы идет уже дальше потом калибровка при печати соф учитывает на каких позициях именно произошло срабатывание и уже потом при печати уже учитывает это положение сейчас принтер стол нагревает супу сейчас тут прогон пластика и сейчас печать первого клубного слоя вот так вот вот так вот вот так вот Продолжение следует... Чёрным просто пластиком печатаю, поэтому мало что видно. Это пластик пэтч. Самая конструктивная что называется. Грохочет весь этот вентилятор. Если не прерывал, его можно будет заменить. Он нужен для отдува. Грохочет весь этот вентилятор. Сейчас я беру такую внутреннюю подсветку. Я могу сейчас выключить. Для того, чтобы было понятно, как светится. И так вот светодиодное хозяйство светится. Это принтер. Основная его подсветка действительно реализованная. Из светодиодных линточек. Здесь, здесь. И вот с этой стороны тоже. Это, в принципе, на лицу даже видно хорошо. И так. И так. Ну, я для того, чтобы... И так. И так. И так. И так. И так. И так. Вот он отпечатает. Вот так. Вкратце по принтеру. У нас плата управления, к ней подключен мониторчик, он является считывателем карточки. Вот карточка стоит, дает программу на управление. Можно эту плату подключать непосредственно USB, пластик. Там карточка я специально закладываю, как он стоит по поводу, через него происходит подача пластика. Дальше по трубочке в пластик поступает экструбер, экструбер с вентилятором и постановленное отложение. Стоит датчик уровня, очень помогает, очень спасает меня, это просто сказка с ним. Работать одно удовольствие. Здесь у нас моторы, такая корешка стоит, это держатели полок подшипников. Здесь ремни закреплены, сзади там есть нахажители. Комплектную тарелку сзади. Если ее нахажать, то можно натянуть более сильные ремни. Устанавливаем наши подиоды на таком кронштейнике. Что у нас тут внизу? У нас тут внизу мотор с ртулкой, который по оси Z работает. Сейчас стоит, не двигается, мы видим. То есть практически на стол ровно, поэтому корректировка там идет буквально на какие-то микроны. То есть он перемещается, когда сейчас будут эти перемещения, именно на следующий слой. Поскольку у нас на 2 миллиметра слой, поэтому в принципе у меня перемещение очень маленький. Ножки я поставил специально резиновые, для того, чтобы было мягенько. И этот дребезг, который присутствует на этих драйверах обычно, чтобы он не передавался на стол и не усиливался. Вот здесь еще раз повторюсь, здесь вот этот вентилятор. Собственно говоря, основной дребезг идет именно от этого вентилятора, который поставил сюда для охлаждения детали. Если его просто пальцем прижать, оно уже не так это все дело приближит. Понятно, что у нас бравера шумные, поэтому, в принципе, шум при работе есть, но не настолько громкий, насколько этот вентилятор поражки. Можем его, в принципе, включить, ради интереса. У нас сейчас напечаталась чуть больше половины детали. Хотя для печати прочь-пластиковым, в принципе, обдувание как бы не нужно. Как бы без обдувания. Итак, вот напечаталась деталька. Сейчас подождем, она чуть остынет, отлипнет от ствола. Решил поменять пластик. Значит, вот здесь вот трубочкой снимаем вот эту трубочку. Так, ну, для того, чтобы поменять фоломент, для начала я ставлю температуру 200 градусов. Ну, 220 сейчас стоит, если бы точно. Дальше берем вот здесь, нажимаем и просто вытягиваем. Берем другой. и надеваем трубочку. Пропускаем по рулику и надо попасть нам в эту детальку, которая направляет нам дальше. Вот эту среднюю-то. Здесь я тоже поставил, чтобы она не выпадала. Трубки эти нужны для того, чтобы просто филамент не терся об края экструдера. И смотрим, вот как оно пошло. Вот теперь смотрим, вот оранжевый у нас подсвечивается. То есть, должно у нас дойти сюда. Значит, ориентировочно здесь у нас получается, ну, в данной ситуации, вообще линия у нас полметра. То есть, 30 сантиметров. Я могу, в принципе, их задать, допустим, вот здесь, на контроллере, задать передвижение. Ну, вообще, проще руками позапихать. Это будет быстрее. Вот, пошло выдавливание. Это говорит о том, что у нас уже, скажем так, подошли. Теперь я беру и включаю прогонку. Действие, движение по осям, экструдер. Ну, я прогоняю обычно 50 миллиметров. Вот и все. Видим, здесь пошло вращение. И пошло выдавливать с экструдера вот такую вот смесь. Сейчас пока отойдет черный пластик. Короче, наша главная задача, чтобы сейчас пошел оранжевый пластик. Так, в конце концов. У нас такой цвет она имеет. Переходящий из черного. Еще она переходит полного оранжевого. Теперь можно опечатать. Немножко подрегулировал принтер. Вот, сейчас печатаем обои с пластиком. Сейчас опять тестовый кубик. Абонирси. Разберете огонь и пластик. Абонирси. Потому что, если вы не смеете, в каше стакан. Обе романтики. Этоажение. И так, что мы имеем? Вот кубик, который у нас получился, значит, с АБС пластика, значит, здесь по нему, какие могут быть замечания, на висающей части, вот в этой, получилась небольшая огрешность такая при печати, значит, здесь на висающей части тоже чуть-чуть получилось, ну это понятно, то есть мы печатали без поддержки, то есть таким образом, просто пластик допечатался, кусочек остался вверху, остальное, видите, пошло, в принципе, печататься довольно-таки неплохо, углы, ну достаточно для своего диаметра, то есть 0,4 мм сопла, виднеется вот небольшой шов, здесь, в этом месте было начало, я специально оставил, чтобы в одном месте было начало и конец внешнего периметра, то есть, как бы, ну он, так скажем, на отражение слегка проявляется, этот шов, если делать, допустим, на углах эти швы, то они прячутся, в принципе, их не видно, значит, по размерам, здесь у нас размер 2,1 почти, ну, то есть, как бы, почти идеальный, то есть, по размерам кубик практически идеально, то есть, там, двоечка с маленькими погрешностями, значит, ну, это погрешности могут быть, вот, из-за выпуклости всяких, то есть, как бы, чуть-чуть на углах выпуклости есть, вот здесь немножко есть, скажем так, при печати верхнего слоя, не скажу, что перезалив идет, но, скажем, есть, скажем, немножечко, чуть-чуть избыток в некотором месте, я специально так ставлю, для того, чтобы было хорошая адгезия между слоями, и на слой была нормальная заливка, то есть, вот, если видно здесь, то, как бы, здесь идет нормальная заливка, то есть, качественно, без всяких там пропусков, ну, такие вот края, вот, над ней имеется, так называемая, слоновая ножка, небольшая, это, опять же-таки, за счет установок, то есть, я специально сделал нижний слой толстый, вот, то есть, 0,1 мм добавил, для того, чтобы было лучше адгезия со столом, то есть, это, в принципе, устраняется настройками, то есть, более тонкими настройками при слайсере, вот, это было БС-пластик, значит, пэтч, тут немножко все, скажем так, грустнее, вот, за счет, здесь получился завал на краю, за счет того, что, не знаю, видно тут, вот так, наверное, виднее, да, здесь, проведем, пошли завалы по краям, за счет того, что здесь, в этом, на этом краю был стык, ну, то есть, сначала, конец слоя, то есть, из-за этого происходила печать, так скажем, чуть дольше, идет размытие, опять же-таки, пэтч, он, скажем так, очень, такой, скажем, на большой температуре, им очень тяжело печатать, вот, ну, вот, здесь, когда уже на этой высоте, скажем так, влияние стола уже стало меньше, стол был 110 градусов, хотя, на самом деле, я погорячился, пэтч не печатается на 110 градусов, он, допечатать на столе 90 градусов, вот, то есть, при 110, вот, мы видим, вот, это, вот, всю эту возню, при 110, мы видим, всю эту возню, размытость, вот, эти все, вот, ну, в целом, вот, видно, что рябь особо не заметна, то есть, как бы, есть определенные погрешности, ну, опять же-таки, все еще зависит от скорости печати, поэтому, скажем так, механика там хорошая, а настройки это уже, как бы, нужно будет подбирать, плюс здесь, значит, смотрите, вот там, где скорость печати была ниже, за счет того, что шла заливка, вот, нижний слой, верхний слой, за счет этого, то есть, как бы, здесь печать получше будет, потому что печать слоя, то есть, слой успевал остывать, в этом месте, значит, здесь заливки внутренней нету, в этом расстоянии, там идет пустота, значит, и за счет этого, за счет этой пустоты, получается, здесь скорость печати слоя была гораздо, гораздо меньше, и вот произошли эти завалы, вот, с помощью молотка я врасколол, мы можем видеть, что слои просто лопнули, то есть, вот, не по слоям лопнуло, лопнуло, именно, уже пластик, как он нашел, какие мягкие места, там это лопнуло, то есть, это пэтч пластик, он очень хорошо спекается, очень хороший имеет адгезию, то есть, вот мы видим, да, то есть, лопнуло не по слоям, как ему захотелось, так оно и лопнуло, где нашел слабое, давайте то же самое проделаем с этим кубиком, это БС пластик, теоретически он может быть гораздо проще расколоться, да, здесь достаточно было рукой ударить, без молотка, но опять же, видим, да, что у нас произошло, скалывание, тоже, как бы, по спешемуся, хотя здесь вот немножко по слою пошло, здесь можно наблюдать, внутренние слои, печаталось здесь слоем, так называемым, 3,5, то есть, когда он печатает 3 слоя, потом 4, через 1, 4 слой печатает, один слой 3, другой 4, один 3, другой 4, ну, структура внутренняя, как бы, она такая, жиденькая, чисто для поддержки сделана, все это настраивается слайсером, ну, тоже, да, видим, что у нас раскололось по разным слоям, то есть, в принципе, отгильзия хорошая, печать, печать нормальная, вот, остальное, конечно, можно настроить уже дальше, по своему усмотрению, Продолжение следует...